Всем привет, народ, с вами Алекс Фрэйш, мы продолжаем проходить Дёрт 5. Итак, у нас тут намчебазар начинается. Блин, снова на этом же. Опа, а у нас что, список расширился? У нас как бы, по-моему, вот эта тачка была последняя. Сейчас как бы уже, смотрите, на КТМ похоже. А, это Ревль Номад. Хмм, так, а что у нас представляет из себя фолькс? Б, А, то есть достаточно хороший класс. А это и другие игры вы можете купить в моем магазине игры AlexStore. Ссылка в описании. Так, ну-ка, 235 сил, 750 кг. Ну, как бы вес у нас в 2 раза больше, сил чуть-чуть больше. Но крутящего очень много. Эта штука нас может дёрнуть, на самом деле. Чистая завеса. А, тут и привод задний ещё. А там тоже задний или нет, или полный? А там полный. А, Б. Вольцвайен какой-то. Судя по виду, какой-то пляжный, непонятный. Ай-Ди-Баги. Ариэль Номад Тактикл. А, так они стоят, смотрите, 40 кусков всего лишь. А это что такое маленькое? Какой-то будто вертолёт на колёсах. Так. Что мы тогда делаем? Тут задний привод, БА. А, Б. Вообще 140 сил. Но вес маленький. Давайте лучше кататься на том, что нравится. Соответственно, вот это дело я покупать не буду. БНВ я тоже покупать не буду. Пыжик тоже. Вот это вот непонятно. Что это Ариэль можно взять. Интересная штуковина. Вот эту хрень, ну, на любителя, конечно, Вольцваген, Битл. Нет. Ну, в принципе, если что, можно. Так, ну-ка, по характеристикам. БА. А, Б. Задний. 235-750. А, это повеселее. Смотрите, задний привод. Задний привод. 750 кг, 676. Почти на сотку меньше. А, 235 сил и 300 крутящего. А тут 252 и 312. Единственное, что АБ-шки местами поменены. То есть, вот этот более управляемый. Но нам-то нужно, чтобы оно валило. Правильно? Так. СЕС, ну, это ЭСКО по управлению. Это я не буду брать. Это по мощности. 64 этого крутящего 120 сил. Нифига себе. Так, понятно. Большой вес. Можно взять, чисто, чтобы было. Но вес большой у него. Я купил, но я на нем не поеду. Купил просто, чтобы был. Потому что прикольная тачка. Но по характеристикам он вообще не кокущий. Так, а что я там открывал? Я что-то забыл, что я смотрел. Подожди. Так, Ариэль. А, вот это вот смотрел. Окей. Берем. Поедем. То есть, у нас наклейки уже есть готовые. Погнали. Ну, мне кажется, что это два разных класса. На самом деле, это не один класс. Их, походу, в одну гонку воткнули. И сейчас мы где-то поедем. Или на том, или на том. Ну, как бы, да. Где там наши фольксвагены? Капец. Ой. Капец мочилово. Сзади выглядит капец страшно. Ого. Управляется не очень хорошо. Такая, типа, дури чувствуется на задних колесах много, поэтому сразу начинает в занос его херачить. Но гонка достаточно быстрая получается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я понял, в чем тут минус управления. Его просто нет. Кстати, в поворот поворачивал, будто передний привод на самом деле. Хотя тут вроде бы как задний. На этой фигне. Это всего лишь первый круг. И он еще не закончился. Понятия ручник здесь нет. Вообще, ноль реакции. Типа, дергаешь ручник, а тормозят передние колеса, по ощущению. Такое странное, странное чувство. Можно будет еще на том фолькс прокатиться. Походу, это гонка, значит, так что. Едешь или на том, или на этом. Типа, выбирай. Я, походу, сейчас навыбирал на 80 кусков. Всякого. Слушайте, это нормально, что мы уже 2 минуты едем почти. А первый круг еще не закончился. Кстати, что из салона. Ух ты, из салона повеселее будет. Даже тахометр пашет. Кажется, сейчас капот отвалится. Мне, короче, кажется, где-то в районе 2 минут мы проехали. Я не обращал внимания на время, но минут 40 мы точно ехали. BP. Масло. Ой, этот, или Benz, или как он. Где-то эту фигню видел. То ли, блин, одежде нам было. Или у нас такие заправки есть, или где-то в Крю были. Не помню. Рамирес против нас. Грязный Рамирес, походу. Бакалин. Мак Элрой. Да, блин. Вообще ручник, ну, смысла от него нет. Видели, да? Нажал просто и прямо поехал. С ручником. Так, минута 20. Скоро будет финиш. Сейчас проверим, за какое время мы справимся. Короче, нужно будет на чем-то другом прокатиться. Мне не нравится вообще по управлению. Ведет себя как переднеприводная тачка. Минус 46. Минус 9 секунд от первого круга. То есть, получается, за минут 55 проехали первый. Так, ну, судя по времени, треть уже есть. Интересно, что если вот так вот по внешке можно дубасить? Все нормально валят. А тут, типа, с виду, будто снега дофига лежит. Офигеть, я еще и вписался как-то. Ну-ка, а может реально можно так вписываться? Ой, нет, это перебор явно. Чуть не развалилась тачка. Перебор немножко. Так, ну все, в принципе. Финиш. Финиш уже перед нами практически. Но этот круг явно хуже. Смотрите, мы еще не доехали. Там было сколько? 46, по-моему, было, да? А, 47. Я думал, что я вообще сейчас приеду за 50. 5.29. Зато в 5.30 уложились. Морда такая, будто 370Z. Может, она есть? Только обварена вся. Ух ты. Неужели у нас эта фигня открылась? Да, альфа. Какая-то альфа. Так, пропустим диалог, потому что ни шар, ничего не болтают. Да, специальные ивенты какие-то. Че? Ну, типа, давайте попробуем. Я не знаю, что это. АА, АБ, БА, СБ. Ну, как бы, можно попробовать. Бабки же позволяют, да? Уже нет. Не знаю, что тут сейчас будет. Манхэттен парк реверс. Ух ты, асфальт. Не хо-хо ты едешь на Шкоде. А ничего, что у меня эска, а у тебя, блин, А или Б там вообще. Ого! Че у него по асфальту задатки дристерской машины какой-то? Как-то, ну, прям слишком. Куда, 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 куда? Как-то я сейчас пытался в занос кинуть, не захотела. Странные автомобили тут. Очень странные. Или странная аркада. Вот че-то отвалилось. Шпилечка. Чертовски хреново пройденная. Оу! Лол. Хотел в заносе войти и, короче, слишком рано. Все равно мы вам первые. Морды вообще нет. Посhehe. ВООБИЯ СНЕВЛИЙС . финиш так но в принципе было несложно нифигасе ничего 30 навалили что ли за это потому что мне вам 30000 было сейчас 60 не понял прошел или не прошел типа вроде бы то же самое короче я хз в чем смысл эти гоны короче просто так типа что ли не туда назад ивенты так а мы только одну гонку прошли давайте вторую силу по нему это сколько можно болтать поехали и он к ривер чина длинная река китай как-то так ралли-рейт блин ралли-рейт звучит так будто нам далеко придется ехать а на самом деле два метра ноль процентов о но хоть не круги это радует может круги вообще не хочу ехать чуваки погрязюки поехали так по асфальту то лучше блин этот тормоз спереди на этой с фарами от ferrari тормоз именно но что взад ему уперся он тормозит вообще непонятно куда ехать еду куда-то на карту вообще не смотрю примерно так вроде бы понимаешь куда ты едешь похоже знаете по качеству дорог а нет все забили то сказать по качеству дороги напоминает и сколина макрая этот японию а тут в принципе китай ну недалеко уехала так-то кстати а вот тут мы ездили в какой-то гонке тут мы точно ездили чё ноль в лисе моргают о отлично дождик пошел люди живут в каком-то селе мы тут ралли устроили они думают блин дорог и так нет они тут разгребают все 55 процентов дождя уже нет асфальт сухой идеально просто идеально но мне на секунду показалось что рано слушать у нас еще реклама кетчупа какая-то это у нас по центру банка нарисовано как от кетчупа блин засмотрелся а то сверху типа языки пламени типа кетчуп какой-то или соус от которого будет рот гореть вот а там по моему сбоку написано hot sauce снова дождь снова дождь второй раз уже дождь уже ночь наступила прожектор какой-то там где-то еще светил так и не понял куда он светил и финиш 309 нормально сойдет нифига себе до забора доехал прикольно прикольно так первое место за нами да а hot sauce то есть не соуса соус этому соус носят тысяч уже слушайте нам начали нормально башлять за гонки бабки текут рекой так кустал клэш ух ты смотри тут спонсоры что-ли будут предлагаться или чо а это типа спонсорская гонка от к н н к н д точнее поехали 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 с ну Так. X-CrossRate. Прираннер. А это... А, то есть или то, или то. А это прираннеры просто. Так. Ого. Слушайте, а тут выбор хорош. Как бы Aston Martin можно взять покататься. Интересно, что оно такое. Вот это вот чудовище от Audi. Даже пробовать не хочу. Каенчик. Интересно. Интересненький Каен. Кадиллак. Даже Кадиллак есть. А что Каена так мало сил? Какой-то 3,6 что ли? Или атмосферка? И вес, да? 2,5 тонны. 2,5. 500 сил против 515. Кстати, похоже по мощности. Но Aston Martin будет побыстрее. Много что можно откупить. Chevrolet и взял бы покататься. У нас бабок нет. Mitzik этот нет. Что это такое? E-Evolution. Задний привод. Полный привод. 460-450. 2,5 тонны. 2,760-650. Спорно. Спорно. Очень спорно. У этого веса больше. Но плюс в том, что полный привод. У этого крутящий побольше. То есть валить будет, хоть там разница в 10 лошадок, но за счет крутящего он будет вырывать. И плюс вес. Но задний привод. Погнали на заднем. Че мелочиться-то? Че мелочиться? Поехали на заднем. Снова этот Стампеды. Какое-то лесное Бразилия. Бразильский лес, бразильский лес. Кстати, можно песню переделать, да? Сделать не весенний лес, а бразильский лес. Стартанул херови всех. Главное, что две запаски есть. Мне интересно, вот в таком рейде коротком, типа, нахрена запаска, кто ее менять вообще будет? Гонка две минуты длится. Типа, чтобы было, чтобы веса накинуть. Че-то я прям вообще розетта. А че спереди... Это Ауди валит. Это Ауди, по-моему, спереди валит. Космолет долбанный. Луноход какой-то. Капец. Вот это дорога. Ручник дернул метров за 200 до поворота. Блин, так тут еще и три круга. Зашибись. Ну, знаете, такое, в принципе. Надо на другом прокатиться, чтобы понять, что этот из себя представляет. Потому что, ну, типа, вроде бы, такой не сильно там держится за дорогу, но как-то... Это и тип машины такой, которые, в принципе, не особо сильно держатся за дорогу. Который тупо летит, скачет там и так далее. Че дрейф меня засчитывает? Ну, засчитали. О, трех круг пошел. Сколько минут было? Да нет, не минуты. Наверное, побольше. Ну, проехали достаточно быстро. Продолжение следует... Жесть, такое что-нибудь, а сейчас еще и снег пойдет. Такой ливень конкретный. И темно стало. А у нас сверху люстра стоит, а свет не включается. Может, надо его нажать? Или аж? Не, не пашет. Капец, я прыгнул. Так, ну, где-то минута двадцать получается кружок. Блин, красивый кадр был бы, да? Если бы можно было... Серьезно? А как повернуть можно? Типа, чтобы тачки пролетали как раз сверху. А, я понял. Зашибись. А потом вот так вот, раз назад. Так, двойка была, по-моему. Капец, почему нельзя другими кнопками это делать? Почему мышка не пашет? Нафига мышка в игре, если она не пашет? А-а-а... Почему? Ну, чё? Повернут камеры, поле зрения. Скорость какого-то дерьма. Ну, типа, блин, вы понимаете, насколько хреново сделали порт? Тупо, походу, на компе нужно играть с геймпадом. Экспозиция, что ли? Эффекты линзы. Типа, ты, блин, на компе не можешь сделать себе просто скрин. Тупо из-за того, что ну, так по-дебильному сделано управление. Ночь красива. В жопу. Может, конечно, WSAD работало бы там, но я сомневаюсь. Так, сейчас хуже, на секунду проехал. Так, ну всё, в принципе. Первое место, как всегда, наше. О-о-о, радуга даже вышла. Финиш. Наконец-то. Доехали. 3.58. 4 минутки получилась на гонку у нас. Надо будет на другом попробовать. Но тачек много, можно из этого списка купить. Много интересных вариантов. Бабок уже сто два куска стало. Чем дальше едем, тем больше бабок. Но список машин осмотрел. У нас самые дорогие, как раз таки, вот эти вот, на которых мы сейчас катались. Всё остальное такое подешевле. Ультра-кросс. Норвей. Норвегия. Ммм. Ха-ха-ха-ха. Не поеду я на той фигне. Так, подожди. Ну, на этом, кстати, мы, по-моему, катались, да? Могу ошибаться, но, по-моему, ездили. Нормальный был. Да, он нормально рулился. Мицик был не какущий. Рыношка. Интересно прокатиться. Тоже на ролейная такая. Или сразу на форда прыгать. И субу. Вот этот пыжик, по идее, должен валить просто как дурной. Чё он на сэвика себе представляет? Полный привод. 300 сил. 500 крутящего. И 1200 вес. На сотку вес больше. И прям нормально лучше. А у дюха вообще... Сзади спойлер, как на эвике. Был ещё в ралли. На вес у неё не очень какой-то в удюхе, поэтому я бы на удюхе прокатился, но как-то... На рыношке можно будет прокатиться. А, ну вот ещё получается набор машин, которые дорогие. Так, ну погнали тогда на пыжике пролетимся. Мы же не катались на таком пыжике или катались? Но выглядит оно интересно. Так, ну чё? Я готов. А где соперники? А, все спереди. Субики есть. Кстати, субик нормально выглядит. А то я там что-то смотрел на морду, выглядел странно. Ого, вот тормозились. А, у нас поворот. Так. Офигеть, она валит. Просто пипец, как валит. А, так мы эту гонку ездили уже. Только на другой машине. Думаю, кто-то помнит. У нас ещё сейчас небысь снег пойдёт. Кстати, тут снег лежал. Ты лобаш, как всегда, мокрый. Пипец, она шпарит. На ней нужно учиться ездить. Я еду крайне хреново на ней, но она валит хорошо. О, по-моему, фары загорелись. Да, или они изначально горели? Как я там зацепился, я не понимаю. Вроде не слоток, потом раз, выровнялся. Все стены собрал. Просто все стены собрал. Капец. Очень тяжело управлять. Но она нормальная машина. То есть, ничего плохого сказать нельзя, но управление на ней, конечно, сложное. Своеобразное такое. Много дури. Мало тормозов. Блин, посмотрел на карту. Вот тупо из-за карты сейчас сделал ошибку. Потому что посмотрел на карту, такой, ага, типа, ну сейчас будет поворот. Причём такой вроде бы нормальный. Надо дёргать ручник, чтобы залетать в поворот. И получается так, что я сейчас тупо облажался. Из-за того, что слишком рано дёрнул. Может, поворот оказался обманчивый. А-а-а. Капец. Пять секунд, зато отнял. Какие-то, по-моему, что-то отлетело у нас. А, фонарь отлетел. Нифига, это северное сияние или как оно там? Хоть фары включили. Ха-ха, наконец-то не вмазался тут. Кстати, хорошо сейчас прошёл. Думал, сейчас врежусь и развернёт. Вот прям уверен был в этом. Ещё минус 2 секунды. Охренеть. Куда я так время срезаю? По-моему, это самый быстрый круг у нас будет. По-моему, самый быстрый круг. Могу ошибаться. 4.10 хрена узнает. Нам же не говорят, какой быстрый, какой нет. Мини там ещё были. Откуда мини-куперы? Чё-то как-то бабок мало дали. Пара-пара-пам. Ещё гонки подкрывались. О, кстати, у нас немного уже осталось до следующего списка. Да голубятни до этой. Но 69 этих дэшек уже есть. Нормально прошли, нормально. Ну чё, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс Фреш. И всем пока-пока.